А у меня для тебя сюрприз. Сашка, а откуда ты узнала, что о котёнке мечтала? Какой хорошенький, какой красивый. Спасибо. А со мной никто не посоветовался. Наталья Фёдоровна, извините, я не подумал, что вы можете быть против. Мам, ты посмотри, какой хорошенький. Но это ещё не все сюрпризы. Наталья Фёдоровна, я очень люблю вашу дочь. И я хочу просить её руки. Лика, ты будешь моей женой? Лика собиралась выйти замуж. Но неожиданно её мама стала противиться выбору дочери. Лика не понимала, что происходит. Ведь Саша, её жених, сначала очень нравился матери. От подруги девушка узнала о бабушке и отправилась к ней за советом. Здравствуйте, бабушка. Мне сказали, что вы мне помочь сможете. Вижу, из-за матери ты сомневаешься. А сама для себя ты давно всё решила. Откуда вы? Впрочем, не важно. У меня жених Саша недавно предложение сделал. А мама уперлась и ни в какую не хочет, чтобы я за него замуж выходила. Просит подождать, не торопиться. А чего ждать? Мы с Сашей любим друг друга. Фотографии жениха есть у тебя? Да. Вот, привезла. Не зря твоя мать беспокоится. Туман над вашими отношениями есть. Что ещё за туман? Есть вещи, которые твой жених от тебя скрывает. Навряд ли он от меня что-то скрывает. Саша со мной всегда такой искренний. Вы мне лучше скажите, а я буду с ним счастлива, если за него замуж выйду? Парень этот тебе по судьбе назначен. Брак у вас будет счастливым. Но в этом году не бывать в вашей свадьбе. Это ещё почему? Вижу, Саша тебе живой подарок сделал. Да, он мне котёночка подарил. Такой хорошенький, я о нём давно мечтала. Приметы верные есть. Если человек живой подарок преподносит, то все его тайны вскоре раскроются. Да бред. Ничего он от меня не скрывает. Самое главное, вы мне сказали, что я счастлива с ним буду. А остальное не важно. Привыкла ты всё на ходу решать. Торопишься, а это неправильно. Но это ты сама думай. Больше мне тебе добавить нечего. Лика сначала была озадачена словами бабушки. А спустя четыре дня она совсем забыла об этом. Её поглотила подготовка к свадьбе. Лучше давай помоги мне придумать, кого из гостей приглашать будем. Родственников из деревни надо? Ой, Лика, не нравится мне что-то этой затеи со свадьбой. Опять ты за своё. Что не так? Тебе же нравился, Саша. Нравился, да. Но вот знаешь, есть чутьё какое-то внутреннее, что тебе не следует торопиться. Ну поживите вместе пока. Притрётесь, а там ты и решишь, надо тебе это или нет. Я уже и так всё решила. Да и потом ты сама мне говорила, нечего просто так жить. Сначала в ЗАГС, потом всё остальное. Я так и делаю. И теперь ты мне всё наоборот говоришь. Ну, говорить это одно, а в жизни по-всякому получается. Я просто за тебя переживаю. Вот именно. Ты привыкла со мной жить и не хочешь меня отпускать. Но я всё равно рано или поздно перееду от тебя. Переедешь, знаю. Просто я не уверена, что отдаю тебя в надёжные руки. Мамочка, ты чего? Саша, он идеальный вариант для брака. Всё, как ты хотела. Зарабатывает хорошо. Весёлый, добрый. И слушает меня во всём. Ну, слушает это хорошо. Только я боюсь, что в тихом омуте... Мам, вот давай вот не будем вот об этом. Нет у него никаких омутов и тайн. Глупости это всё. Я уверена, что Саша меня любит, и мы будем счастливы. Мать Лики просила не торопиться со свадьбой. Но девушка не воспринимала её слова всерьёз и была счастлива. Конечно, спрашивай. А у тебя до меня много девушек было? Ты чё, ревнуешь, что ли? Ну, почему ревную? Мне просто интересно. Ну, много или нет? Ну, у меня, конечно же, были девушки. Но серьёзных отношений ни с кем не было. Так повстречались и разбежались. Даже не жил ни с кем вместе. А почему? Ну, как-то не сложилось ни с кем. А почему ты спрашиваешь? Я хочу больше о тебе знать. А, ты и так много обо мне знаешь. Ну, да. А хочешь, можешь у меня тоже что-нибудь спросить. Хочу. А что, твоя мама против нашей свадьбы? Нет. Ты маме нравишься. Очень. Просто она привыкла меня из-под своего крыла не отпускать. И я подумала, что первое время после свадьбы нам лучше вместе с ней пожить. Это ещё зачем? Мама всю жизнь со мной прожила. Ей будет сложно без меня. Она будет скучать. Лика. Это нормальная практика, что дети рано или поздно уходят от родителей. Давай лучше мы снимем отдельную квартиру, а к твоей маме будем в гости приходить. Нет. Нам нужно с ней пожить. А ещё лучше, если ты уже сейчас к нам переедешь, мама тебя тогда лучше узнает и не будет тогда переживать. Мне кажется, это глупая затея. Ну, пожалуйста. Сделай это ради меня. Ну, ладно. Хорошо, я перееду. Всё равно скоро в командировку уеду. В субботу Саша должен был переехать к Лике, а девушка всё ещё не поговорила об этом с матерью. У тебя на сегодня есть какие-нибудь планы? Да никаких. Буду дома с Сашей. Помогу ему с вещами. С какими вещами? А я разве тебе не говорила? Что не говорила? Саша теперь с нами будет жить. У нас скоро свадьба. Нам деньги нужны. А Саша сейчас живёт на съёмной квартире. Вот поэтому мы решили, что так будет лучше. Нам втроём хорошо будет. Ты лучше узнаешь Сашу, и тогда не будешь за меня переживать. А почему ты решила всё, не посоветовавшись со мной? Я знала, что изначально тебе это всё не понравится. А теперь у тебя нет выбора. Ну, не выгонишь же ты его. Привет. Привет. Наши первые семейные чаи пить. Здравствуйте. Привет. Садись за стол. Ну что? Когда собираетесь документы в ЗАГС подавать? Завтра я уезжаю в командировку. Как только вернусь, сразу же и подадим. Ты в командировку уезжаешь? А мне Лика про это ничего не говорила. Да, на три недели. Честно сказать, я именно поэтому к вам и переехал. Жалко за квартиру платить, когда я в ней не буду жить. Ну, а пока меня не будет, вы как раз решите, мешаем мы вам или нет. А то, я уверен, Лика сама всё решила, наверняка не спросив у вас совета. Она же такая-то рапыга. Да, это ты точно подметил. Советы у меня ни про это, ни про другое. Лика не спрашивала. Да и не только у вас. Да потому что я и так знаю, как будет лучше для нас всех. Прошло два дня. Саша уехал в командировку. Лика скучала по нему. Ой, тарапыга. Извините, а вы случайно не знаете Морева Александра? Он, кажется, в этом доме теперь живёт. Квартиру недавно снял. Может быть, вы что-то слышали? А вы, собственно, кто? Я его знакомая. Ищу его по одному очень срочному делу. Так вы его знаете? Знаем. Только он здесь не квартиру снимает, а переехал к своей невесте. К невесте? Ну да. А вы что хотели? Ему передать что-то? Нет, ничего. Спасибо. После встречи со знакомой Сашей, Наталья Фёдоровна и Лика весь день до самого вечера спорили. Но это разве не повод задуматься? Саша у нас не успел пожить, а его уже знакомая женщина разыскивает. Ну, мало ли это по работе. Ага. Будь то на работе, не знают, что он в командировке. Ну, об этом я не подумала. А надо думать. Мне вообще кажется, что у них более тесные отношения. Может быть, она такая же невеста, как ты? Да нет у него никого. У него не было серьезных отношений. Он мне сам говорил. Дочь, ты вроде взрослая, а в сказки веришь. Вот Саша приедет, все объяснит, и ты поймешь, что зря так думала. Ты кого-то ждешь? Вроде нет. Пойду посмотрю. Лика была поражена, когда на пороге своей квартиры она увидела девушку, которую они с матерью только что обсуждали. Девушка, извините, мне правда очень неудобно, но у меня кроме Саши в этом городе знакомых вообще нет. А мне вчера вечером позвонили, у меня мама заболела. Мне срочно нужно сегодня к ней поехать. А мне вот Сережу не с кем оставить. Не понимаю, к чему вы клоните. Возьмите ребенка с собой. Да не могу я с ним поехать. Ребенок очень активный, он не даст мне маминым здоровьем заниматься. Мне всего три дня нужно, и я потом приеду, меня Женя зовут. То есть вы так нагло вламываетесь в дом к чужим людям, и даже не боитесь ребенка оставить? Мне правда очень неловко, но у меня нет другого выхода. А я вас, когда первый раз увидела, я сразу поняла, что вы люди хорошие, и зла ребенку не причините. Вы понимаете, ребенок это такая ответственность. Да, 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 я все понимаю, но правда у меня, простите, времени совсем нет. Это мой номер телефона, если что, звоните. Пока мы все-таки... Ну и что мы с тобой делать будем? Лика, что это за ребенок? Если честно, я и сама не знаю. Его привела девушка, которую мы утром у подъезда видели. Можно кошечку погладить? У нас дом такой же. Мальчик, давай знакомиться будем? Меня Наталья зовут, а это Лика. А тебя как зовут? Я Сережа. Какое замечательное имя. А маму как зовут? Женя. А папу? Саша. Как же мне быть, бабушка? Оказывается, у моего Саши сын есть. Саша сейчас в городе нет, он уехал в командировку. И тут ко мне пришла девушка, Женя. Представилась его знакомой и оставила нам своего ребенка. Сначала сказала она три дня, потом и вовсе исчезла. А ребенок до сих пор с нами живет. Бабушка, скажите, это ребенок Саши? А вещь ребенка есть у тебя с собой? Вот, я привезла его игрушку. Крепкая между ними связь. Да, вижу. Это сын твоего Саши. Получается, он обманывал меня? А у самого ребенок и жена. И жена скинула нам ребенка, а сама пропала? Где мне ее найти? Я не собираюсь у себя чужих детей держать. Я помогу тебе жену Саши найти. В том доме, где ты Сашу встретила в первый раз, она живет. Поняла? Поняла, кажется. Поезжай туда. Там ты все и узнаешь. Саш, только смотри. Сама Саша не звони и на его звонки не отвечай. Иначе навсегда вас судьба развести может. На следующий день Лика поехала по адресу, который указала ей бабушка. Лике очень хотелось узнать о Саше все, чтобы принять правильное решение. Вам кого? Если вы из этих, из приставов, то имейте в виду, я все оплатила, перестаньте сюда ходить. Погодите. Скажите, вы знаете Александра Морева? А ты кто такая? Я его невеста. Кто? Невеста, говоришь? Это вот очень интересно, как давно у моего муженька невеста появилась. Вы жена Саша? Да. Да. Видела? Так что иди отсюда, невеста. Знаешь, сколько у вас здесь таких ходят? А я вам своего мужа не отдам. Да он мне и задаром такой не нужен. Лика не собиралась рассказывать матери о встрече с женой Саши. Ей не хотелось устраивать скандал при ребенке. Кружок умелой ручки. Смотри, он как меня нарисовал. Королевишный. Красиво. Сереж, ты думаешь, что бабушка Наталья королева? Бабушка Наташа самая красивая. Ты мой хороший. Мать Сереже звонила? Да, звонила сегодня. Ей придется задержаться еще на несколько дней. Мать в больницу положили. Дурдом какой-то. Когда же все это кончится? Это твой Саша виноват. Не мог тебе даже про ребенка рассказать. Ну неужели бы мне приняли такого мальчика хорошего? Да разве бы ты приняла? А разве нет? Женя девушка интеллигентная, воспитанная. Она мне, между прочим, сказала, что ей от Саши ничего не нужно. И что он сам захотел поддерживать отношения со своим сыном. А между прочим, это не каждый мужик будет. Как быстро ты свое мнение поменяла. Может быть, ты еще не против нашего брака? Ну я еще подожду, когда Саша вернется, и как он это все объяснит. В том, что у него есть такое прошлое, нет ничего плохого. Мало ли какие ошибки люди с молодой делают. Дети тут ни при чем. Вот Саша приедет, и тогда разберемся, каких он ошибок еще наделал. Прошло еще три дня. В этот день Лика пораньше ушла с работы. Ей хотелось побыть дома. Саше все это время она не звонила, и на его звонки не отвечала. Я уже и сама, если честно, ничего не понимаю. Пришла женщина, представилась с Сашиной женой, и сказала, что это его дочка Аллочка. Ну, допустим. А мы-то тут при чем? Я не поняла. Но женщина сказала, что если Саша живет с нами, то и ребенок пусть живет. А ей надо уехать в командировку на три дня. И ушла. Как ушла? Я сама обалдела. Хотела в полицию заявить, но потом пожалела девочку. Зачем ребенку такой стресс? Ну, пусть она с нами, папу дожидается. Ну, какая теперь разница? Одним ребенком больше, одним меньше. Да. А как эта женщина выглядела? Блондинка такая? Ну, да. Худая, высокая, с простоватым лицом. Точно жена. Ты ее знаешь? Знаю. Правда, пока не пойму, что тут творится. Ну, вот вернется твой герой-любовник и все нам объяснит. Кстати, когда он возвращается? Дня через два должен. Вот через два дня все решится. И с детьми, и с вашими отношениями. Прошло два дня. Вечером должен был вернуться Саша. Лика ждала его с содроганием сердца. Она любила Сашу, но понимала, что жить вместе с человеком, который ее обманывает, она не сможет. Времени уже много, вам пора спать? Бабушка, Наташа, а ты почитаешь нам сказку? Конечно, Аллочка. Я открою. Так, давайте, доедайте быстрей. Сереженька, Аллочка, ваш папа приехал. Так, ребятки, я вам обещала сказку почитать. Пойдемте, пойдемте, а то сказка спать ляжет, и мы не успеем ее прочитать. Лик, а откуда здесь дети? Что, не ожидал? А у их мам срочные дела появились, и они решили нам своих детей оставить. Я, кстати, со всеми твоими женщинами познакомилась, или есть еще кто-то? Лик, я сейчас все тебе объясню. Не надо мне ничего объяснять. Здесь и так все ясно. Лучше уходи. И что, ты меня посреди ночи с двумя детьми на улицу выставишь? Ну, во-первых, дети уже спят. А во-вторых, их матери нам доверили. Их я им и верну. А тебе здесь и правда делать нечего. Ступай, Саша. Лик, ты хочешь, чтобы я ушел? Как же вы были правы, бабушка. Зря я вас сразу не послушала. У Саши столько тайн было. Две женщины, двое детей. Он предал меня, а сам даже не на две, а на три семьи жил. Слезы понапрасну льешь. Торопишься выводы делать. Тебе надо Сашу выслушать и только потом решение принимать. Я вижу, что только этот мужчина счастливый тебя сделать может. Да он же мне сердце разбил. О каком счастье может быть речь с человеком, который меня столько обманывал? Обманывал, да не обманывал. Совесть его перед тобой чиста. Выслушай его, как придет. И все на места встанет. Да я даже видеть его не хочу. Я тебе сказала, как есть, а решать тебе. Бабушка, если вы видели, что у Саши дети есть, почему вы мне сразу не сказали? Всему свое время. Если бы ты о детях узнала сразу, то никогда бы твоя мать не позволила за Сашу выйти замуж. А теперь я и сама не хочу. Прошла неделя. Лика хотела забыть Сашу, но это ей не удавалось. Твоего мужа здесь нет. Иди ищи его в другом месте. Я не к нему. А что тебе здесь нужно? Для начала я хотела бы извиниться. Я перед тобой очень виновата. Да нет, в чем твоя вина? Ты мне глаза открыла. Нет, я соврала. Я не Сашина жена. Ну, точнее, уже не жена, а давно. Мы с ним развелись, а фамилию я менять не стала и паспорт оставила. А когда тебя увидела, решила его женой из вредности представиться. И теперь стыдно очень. Ну, хорошо, что призналась. Сюда ты зачем пришла? Лика, так, да, тебя зовут? Я тебе хочу сказать, что к Саше у меня никаких претензий нет, и мне от него ничего не надо. Дочке он помогает и деньгами, и так по праздникам приезжает. Здравствуйте. Здравствуй, Катя. А вам я очень благодарна за то, что вы Аллочку приняли как родную. Она мне все уши прожужжала, про бабушку Наташу скучает очень. Ты одна? Да, да, я вот пришла сказать, что Аллочка очень скучает. Я тоже по ней скучаю. Бери девочку и приходи к нам в гости. Мы всегда тебе рады будем. Прошло еще четыре дня. Лика старалась отвлечься от грустных мыслей и помогала матери по хозяйству. Женя снова уехала к матери, та до сих пор в больнице. А ребенка мне оставила. Сережа меня не слушается. Плачет. И все время бабушку Наталью зовет. Саша, надо было мальчика сразу к нам везти. Я по тебе тоже очень скучала. Пойдем, Сереж. Все? Решил свои проблемы? Мама у тебя замечательная. С большим сердцем. Да. Я думала, из мамы бабушка так себе будет. Оказалось, я заблуждалась. Дети ее очень любят. Я знаю, ты ничего не хочешь слушать, но я все равно должен тебе сказать. Всю свою жизнь я искал ту единственную, но все было не то. Сначала была Катя, даже поженились, но разошлись без ссоры, выяснения отношений. Потом была Женя, но ей от меня только ребенок нужен был, а отношений между нами не было. Детей я своих очень люблю. Бросать их не собираюсь. И когда я наконец-то встретил тебя, я понял, что нашел ту, что искал всю жизнь. Я очень тебя люблю. Тогда почему ты мне сразу все это не сказал? Я побоялся, что с таким багажом я тебе точно не нужен буду. Мало того, что разведен, так еще и двое детей от разных женщин. Думал, что ты решишь, что я бабник и не захочешь со мной жизнь связывать. Но ты должна знать, я никогда тебя не обманывал и не предавал. И мне никто, кроме тебя, не нужен. Лика простила Сашу, и спустя год они поженились. Сережа и Аллочка часто гостят в доме у отца. Они обожают бабушку Наташу. Лика через год родила близнецов. И теперь ее мама часто гуляет сразу с четырьмя внуками. Бабушка говорит, тот, кто преподносит вам живой подарок, должен быть готов к тому, что все его тайны раскроются. Продолжение следует...